Музыка Особенностью Менской кормозаготовки Одни закончили, другие только к экватору приближаются И томская делегация в хозяйствах области удивились Здравствуйте, я Инна Михайловская и это Сельская Среда Пошли первые овощи Сельхозпроизводители по заявкам отправляют капусту, картофель, свеклу, казалось бы И аграрии должны заработать, и жители получать раннюю продукцию к столу Но в этом сезоне капуста, например, не идет Почему? Ответ на этот вопрос будут искать аналитики И аграриям придется подумать, что делать с мало востребованной капустой Чуть подсохла после дождя, бригада в поле Погода в этом сезоне благоприятная, осадков вдоволь и тепла хватило Вот только для работников удача, если есть заказ Оптовики неохотно берут первые местные овощи По качеству хорошая капуста у нас Поспела полностью, надо ее продавать Есть заказы, мы рубим капусту, нету, идем на вторую прополку Перепалываем, чтобы семена не падали Чтобы на следующий год меньше было травы Раннюю капусту пускают под нож Сразу фасуют и грузят для отправки в магазины, минуя склад А вот на это поле бригада уже не зайдет Уборка прошла, взяли лишь пятую часть урожая Спроса нет, овощи перестояли на корню Еще неделю назад с этого поля брали отличную товарную капусту И вот что же происходит сейчас Кочаны, либо кочерыжки растрескиваются Другие вилки начинают подгнивать Капуста так и останется в поле А через время сюда зайдет дискатор Вот и думают в хозяйстве Мальковской о сокращении площадей под раннюю капусту Ведь помимо невостребованности, еще и цена низкая Если в это время, год назад, продавали по 11 рублей за килограмм То сейчас всего 8 Рентабельность 0 Чего не скажешь о рознице Буквально 3 дня назад видел на Мехаловском цена 50 рублей В розницу Ну кто же там бабушка придет и будет брать Хотя здесь берется по 8 Делать и 15 и все будет решено Ситуацию будут анализировать А на днях к капусте прибавится еще и ранняя свекла В дуэте может лучше пойдет А там глядишь и картофель подтянется 26 июля, ровно год назад, в хозяйстве Мальковской началась уборка раннего картофеля В этом году пока тишина Ну посмотрим, что она родилась Подкопаем Ну вот, вот такой урожай Ну так, условно, две картошечки стандарт Ну остальным еще недельку бы надо подрасти Какую цену будут давать за картофель, точно никто не скажет Летом она меняется каждый день А в середине августа и морковь подойдет И если овощи только пошли, то заготовкой кормов тюменские аграрии занимаются уже второй месяц На начало недели сенажа в наличии больше половины Сено 70 с лишним процентов Аграрии Упоровского района уже завершили На подходе Звудуковские и Сладковские До половины пока не дошли амутинские и казанские растеневоды У последних, кстати, веская причина Это последствия весеннего паводка Вот комментарий Валерия Гейденрейха Управляющего агрофирмой Новоселезнева Очень богатые, такие сочные, вкусные травы До этих трав нужно добраться, во-первых Не так давно тут кругом была вода от самой деревни Шадринги Все площади сенокосов находятся вот тут за рекой у нас Конечно, сроки сдвинулись Здесь дикорастущие травы или сейные? Всякие Есть естественные травы Есть многолетние травы Смеси В общем, там лютесенс, костер Спроцет, все Вы вот говорите, что немножечко позже Фазу оптимальную вы пропустили? Или как? Конечно пропустили Фазу цветения пропустили В начале, где мы заезжали, трава скошена А там уже прям так хорошо поднялась другая травка Второй укос, вы на него очень-очень надеетесь Полагаю Сколько дождей у нас было У нас подмочило здорово Второй укос, я надеюсь, вообще на многолетнюю траву Где у нас аспорцет Где у нас лютесенок Там, надеюсь, на второй укос И чтобы он ушел на сенаж Сейчас по дороге приезжали, а зимая рожь Такая хорошая уже Вы ее используете для кормовых целей или на зерно? И когда собираетесь уже убирать? Мы хотели ее сделать, в общем, смеси На сенаж Часть участка оставит на семена Но у нас не было сюда дороги Мы не могли сюда попасть Так что мы опоздали убрать на сенаж И она вся осталась на зерно Ну, часть зерна уйдет на семена Часть, наверное, на продажу И снова шелкопряд Тысячи гектаров лесных насаждений области В зоне риска Появился вредитель и в Тобольске Десятки тысяч бабочек Буквально облепили здания Тобольского Кремля Фундаменты, заборы Гусеницы уже объедают Молодые листья деревьев поблизости Специалисты ищут решение Тем временем в школьных лагерях Аромашево проводят квест-экодром Сельские хроники Квест-экодром Это восемь станций, где вожатые предлагают Различные задания А школьники группами поочередно отвечают на них Вопросы связаны с данными из красной книги Как правило, ответы школьники находят довольно легко Так как посещают эко-кружки Это у нас станция зоологическая Здесь они занимаются оригами Есть станция у нас зеленый патруль Это здесь они рисуют рисунки Связанные со знаками по защите природы Есть станция, где есть вопросы по красной книге Есть станция зеленая аптека Полевые работы проходят и в питомниках В Тобольском поселке Жуковка Уже второй год выращивают ели и сосны Сейчас там поднимается порядка 250 тысяч сажен За лето каждый вытягивается на 18 сантиметров И чтобы рост проходил успешно Их удобряют, а также пропалывают Двухлетка сосна пропалываем На будущий год ее будут уже высаживать в лес Требует тщательного ухода? Ну да Если вот считать по тем Еще вот нынешние посепания маленькие Она очень такая прихотливая В Заводоуковске активно занимается трудоустройством В местном центре занятости 389 вакансий Зарегистрированных безработных 354 Для них провели ярмарку вакансий Работодатели вели собеседование через интернет Предложили строительные объекты в Москве Екатеринбурге, Ижевске Все соискатели Бывшие работники предприятия Загрос На котором прошло сокращение Самое большое высвобождение состоялось 30 июня Это 46 человек Сейчас они у нас проходят регистрацию до статуса безработного Дальнейшая работа с ними будет проводиться индивидуально Тюменские аграрии принимали гостей Коллег из Томской области Наши рассказывали о современных технологиях в сельском хозяйстве Томичи только успевали принимать новую для себя информацию И судя по всему Не зря преодолели более полутора тысяч километров Гостям интересно все Навещать коллег это уже традиция Хотят за 4 года объехать все сибирские субъекты Взять лучшее, а потом применять у себя в хозяйствах Тем более климат Тюменской и Томской областей во многом схож Мы сейчас больше уже занимаемся вопросами внедрения современных передовых опытов Которые раньше смотрели и видели Отрадно, что наши коллеги из Томска Тоже двигаются по этому пути Для того, чтобы у себя правильно принимать решение Надо учесть все опыты и шероховатости С которыми столкнулись коллеги В аналогичных природно-климатических условиях Гости побывали на учхозе На животноводческих предприятиях Исецкого района Затем заводовоков Карусельные сушилки Пригодные для сушки масляничных культур Пригодные для сушки высоких репродукций Там все-таки шахтная сушилка Когда идут уже объемы Сельхозпредприятие «Дружба Нива» Хозяева делились мнением о сортах различных культур Качестве и эффективности техники Оборудования Рассказывали о результатах опытных работ Гостей удивило, как много молодежи в селе Понравился здесь также настрой Человеческий настрой людей Во многих хозяйствах, где мы побывали Молодежь рвется в бой Что, конечно, желать бы нам в Томской области такого Вопрос о кадрах снова подняли в Упоровском районе На агрофирме «Крим» Геннадий Рязанов прямо Практиковаться нужно на производстве И чем дольше, тем лучше Говорили и о пятилетнем цикле выращивания семян И, конечно, о картофеле Я думаю, в России мало таких предприятий, которые Можут сегодня быть подобным Криму У нас есть порядка трех, наверное, предприятий Ну, таких уровня Которые серьезно занимаются картофелем Но это меньшие объемы Интересны были отдельные технологические моменты Сделать завязки Все, что связано с семенами Эти дни для томичей были крайне насыщенными и очень полезными Заключили контракты и опыт, который получили здесь, попробуют применить в своих хозяйствах По крайней мере, агрообразованием займутся точно А эта информация будет интересна всем аграриям страны В Петербурге создали систему защиты молока от подделок На помощь придут блокчейны Главное их свойство – это неизменяемость Если внесли сведения о той или иной операции Ее уже не удалить и не отредактировать Эта система, считают разработчики, ударит по производителям молочного фальсификата Им придется просто уйти с рынка Покупатели же могут узнать все о продукте Где, когда надоено молоко На машине с каким номером его везли на завод Какие анализы делали Ну и так далее Ведь на этикетках, отмечают авторы проекта Не всегда достоверная информация О наличии, ну допустим, пальмового масла Или других растительных жиров Начали с молочной отрасли Потому что именно там слишком много подделок Переработки в магазинах на 40% больше Чем производится в стране сырья Такая система защиты не потребует Больших инвестиций от предприятий-переработчиков И покупателю обещают Не придется переплачивать Ну а кого меньше всего коснется эта система Так это школьников У них завершилась вторая смена Проходила она в основном при учебных заведениях А вот в селе Казанской Еще и при школе искусств Немало новых талантов открыли в себе дети А теперь совсем быстро Вот иди на самолет А самолет отмелось Штурмолоков Главная сцена школы искусств Репетиция номера, которую покажут на закрытии второй районной смены Я умею еще и танцевать оказывается Раньше даже не пробовала Поем тоже под плясовку и тоже пародируем Там танцуем, кривляемся Обстановка располагает За несколько дней в лагере танцоры начинают петь А певцы красиво двигаться Были сумасшедшие идеи Даже сейчас, едя со столовой Была сумасшедшая идея Говорят, давайте будем обливаться сегодня от Александра Ну все, всякое бывает И мы поддерживаем их начинание На летней смене разрешают многое На этом, пожалуй, поставим точку Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» Вы сможете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время» На ютубе, а также в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю А пока удачи и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok